итак всем привет и добро пожаловать на мой канал сегодня очередное видео серии вся правда сегодня будем разоблачать итальянок итальянский стиль и блогеров которые снимают видео об италии три в одном а если серьезно то сегодня я хотела несколько слов сказать о том как одеваются итальянки и развеять некоторые мифы или же стереотипы о чрезвычайной стильности итальянок как и всегда перед началом каждого видео серии вся правда кстати это целый плейлист ссылка на который будет в правом верхнем углу я говорю что я рассказываю о собирательном усредненным образе который я составила основываясь на своем опыте на своих наблюдениях из этого моего опыта и моих наблюдений естественно есть миллиард исключений но также есть и миллиард примеров которые мои какие-то слова могут подтвердить если вы не согласны со мной то я совершенно сюда совершенно не против не буду вступать с вами в войну можем обсудить в комментариях а точнее вы поделитесь своим опытом и я думаю что моим подписчикам прежде всего ну и мне тоже будет интересно почитать привет моим зрителям с монтажа я хотел еще маленько сделать дополнение фотографии которые вы увидите в этом видео это не какие-то конкретные итальянские женщины это просто фотографии женщин образы которых соответствуют моим словам они помещены видео просто для того что вам визуально было легче воспринимать мой рассказ нам как-то представляется что итальянки все имеют очень стильный гардероб и любят одеваться экстравагантно на самом деле среднестатистическая итальянка она одевается довольно таки скромно не любят они каких-то вычурных цветов вычурных фасонов когда всего много они не любят кроме аксессуаров вот аксессуары там браслетов сто пятьсот штук на вешать или шарф какой-то такой прям объем это да но вы такого знаете какой-то стиль образ стильной итальянки на каблука в какой-нибудь там громоздкой широкополой шляпе в развивающемся плаще на самом деле это образ совершенно не связаны с реальностью в реальной жизни вы вряд ли таких встретите женщину или это действительно будут какие-то очень-очень экстравагантные дамы но не как не среднестатистические среднестатистический наряд я уже по моему неоднократно рассказываю это какой-нибудь туника балахон леггинсы или джинсы сапоги такие тяжелый вот этот наряд мне кажется уже десятилетия просто не менялся в одну сейчас молодежь чуть более все-таки к женственному стилю тяготит то есть какие-то юбочки там шортики ну летом сейчас будут вот платья тоже носят но на самом деле никаких там каких-то вы знаете вот этого всего вот итальянки это не очень любят также момент такой в одежде что между удобством и красотой итальянка в 99 случаях выберет удобство будем мы говорить про какую-то повседневную одежду или мы даже будем говорить про какую-то одежду на выход на какое-то мероприятие на званый ужин на свадьбу не знаю общем на какой-то банкет его скорее всего итальянка до оденется может бы даже и с элементами шика или шикарно но все равно вряд ли вот как найти наши девчонки или женщины каблуки с утра пораньше на работу чтобы выглядеть красиво там страдать весь день в этих каблуках мы просто за красоту страдать нет итальянки не склонны к этому не склонны они страдать за красоту еще такой момент тоже как я вот уже сказала итальянки конечно умеют создать стильные образы это не отнять совершенно я уже других видео тоже рассказывала что у итальянцев в принципе как у нации у них врожденное чувство красоты эстетики и тяга к прекрасному поэтому они очень гармонично умеют вписывать какие-то элементы в общую структуру образа вот но это чаще всего делается за счет каких-то аксессуаров то есть очки интересный как я уже сказал шарф очень аксессуары они любят ремень например вот или какой-то интересный крой то есть они особо не заморачиваются какими-то именно деталям громадными деталями гардероба ну вот то есть они чаще всего не покупают какой-то большой элемент одежды да то есть там топ например или брюки уж очень-очень-очень экстравагантные да они покупают какие-то базовые вещи которые дополняют интересными экстравагантными аксессуарами ну в массе опять же я не говорю что совершенно нет таких итальян и которые любят очень интересное там платье цветов икрой либо они например могут выбрать какой-то элемент там яркие стрелки вот бывает иногда такие особенно знаете южного типа девушки такие средиземноморские вот они любят там черным прям себе глаза обвести вот так вот и это уже тоже смотрится как элемент образа то есть у него может быть какая-то вообще совершенно просто обычная белая рубашка джинсы синие да ну вот эти вот из глаза и например грива волос накрученных у меня есть одна такая ну подружка в кавычках в одном из магазинов здесь в италии ну во флоренции вот мы с ней все время когда я прихожу я там закупаюсь обычно раз в сезон и мы с ней в общем-то за жизнь долго болтаем все и вот у него вот эта грива волос такие черные стрелки знаете ну и в общем у нее такой сразу прямо образ ну не знаю какой-то клеопатры вот атаку одежда обычно базовая потому что магазин на котором идет речь и тоже базовый коленки не любят такие знаете слишком женственные женские фасоны вот там типа чтобы прям песочные часы удлиненные юбки вот такие какие-то знаете гардероб прямо вот же женские подчеркивающие женственность он как-то не очень приветствуется вот им все-таки нравится что такое более вот как бы подчеркивающим такой воздушную детскую непосредственность вот это им больше нравится я так вот посмотрела просто по некоторым блогерам что они вот когда я создаю там итальянские образы они как-то так наряжаются немножко по-женски на самом деле итальянки стремятся в большинстве немножко молодиться вот я думаю девушки которые живут здесь в италии они со мной согласятся то есть уже когда уж совсем там синьора далеко за 80 вот она да но тогда уж как бы одевается уже как синьора далеко за 80 но если там даже мы говорим о 60-летней женщине иногда даже о 70 они все-таки вот как-то любят такой стиль более знаете ну более живой более молодежный более casual именно в молодежном плане до в молодежном смысле еще раз привет с монтажа я здесь в качестве примера хочу привести дизайнера итальянского элизабетту франки вы можете к ней зайти в инстаграм и лицезреть как она одевается она очень много выкладывает фотографии довольно личных ей 50 лет она очень хорошо выглядит и одевается вот как девочка так же как и выглядит часто очень кстати итальянки до прямо до преклонного возраста стройные и я вот знаю несколько женщин которые но это это конечно не статистически дано это несколько женщин которые в таком довольно таки уже но за 60 возрасте они носят имени юбки но не прямо мини но такие знаете открывающие колени юбки и платья такие вот обычно трапеции образных силуэтов распущенные волосы и очень стильно выгодится вы знаете со спины когда смотришь на такую женщину кажется что ну девочка идет припевочка ну или там ну 30-летняя не знаю 40-летняя а потом когда поворачивается конечно видно что уже там далеко не первая молодость вот но тем не менее мне вот это вот как-то если честно не претит потому что я иногда вижу в интернете там ой вырядилась ну куда уже такой возраст куда там носить не знаю мини юбки а мне кажется что нужно самовыражаться в любом возрасте так как тебе нравится самой себя нести по улице там в обществе вообще миру показывать так и нужно наряжаться вот если ты можешь себе позволить и тебе там не стыдно и как-то не неудобно надеть мини юбку и фигуры главное позволять мне кажется что это очень здорово вообще что они так могут себе позволить вот мне нет очень нравится еще такой момент что тоже почему-то вот когда там показывают что типа итальянский стиль часто ну или всегда практически каблуки до итальянки практически не носят каблуки ну редко-редко-редко особенно такие знаете шпильки это прям должно что какое-то быть специальное событие особенно чтобы итальянка надела каблуки и особенно не принято с утра пораньше вот на таких вот каблучищах выходить из дома мы там куда-то просто шерстывать шерстывать по улице или там супермаркет или ну понятно в общем как у нас но может у нас сейчас уже тоже не принято конечно но еще когда вот я жила в москве у нас как-то вот ну не знаю там вечером например на ужин в ресторан как-то даже был неудобно без каблуков идти как бы ты вроде как бы и вообще как будто ты вышла мусор выносить они в ресторан ну может сейчас уже и поменялось конечно каблуки как-то не очень итальянками ценятся зато итальянки обожают просто декольте и это вот прямо ну как бы у нас знаете как считается что если грудь очень большая то вот такие вот вот вырезы как-то мы не очень прилично носить да нет в италии это все совершенно не то вот как со времен софи лорен осталось вот это вот тяга к так сказать к тому чтобы показать то чем есть гордиться так это тяга и осталась и соответственно декольте вы можете встретить среди бела дня такое я прямо не веду чтобы прям там вырез уже чтобы прям практически до пупка среди бела дня совершенно спокойно в различных совершенно ситуациях и даже диктора на телевидении но ведущий новостей например очень часто тоже демонстрируют все свои прелести я знаю что у нас на российском телевидении но я думаю что это наследие советского телевидения не принято чтобы диктора новостей показывали там какие-то свои формы обычно они в рубашках закрытых блузках а здесь нет очень часто прямо вот все на показ меня это я помню первое время очень шокировала мне казалось это даже как-то ну не очень прилично но сейчас я уже привыкла но сама не ношу как обладатель довольно пышный груди я как-то не могу себя пересилить и вот так вот все это вывалить ну и последний пункт тоже знаете такая стереотипная идея что итальянцы и ну итальянки все одеваются исключительно в бутиках на самом деле в бутиках одеваются в основном иностранцы сейчас китайцы но русские тоже ну как руд давайте постсоветское пространство арабские всякие страны и вот а итальянки они все-таки стремятся экономить вот или одеваться в магазинах средних но у фирмах средних ценовых категорий в основном да и даже взрослые нож точно молодежь одевается всегда практически в скромных марках ну конечно есть у тоже прослойка золотой молодежи которые понятно там имеют коллекции брендовых вещей и аксессуаров но вот в основном масса да они все-таки как-то стараются на одежде экономить и такого прям супер огромного внимания одежде там каким-то крутым брендом не придают вот ну вот к сожалению единственное знаете что вот в этом всем так все был как бы звучало бы хорошо но мне иногда как-то немножко странно знаете когда я захожу в h&m и вижу там таких тоже уже синьё немножко за который какие-то откровенные тряпки набирает но мне кажется как-то это ну не знаю не то что не солидно я не то что осуждаю но просто мне кажется прожив ну довольно большой период уже можно набраться житейской мудрости и понять что лучше купить вместо пяти футболок которые после первой стирки разлезутся и превратятся непонятно во что купить одну какую-нибудь хорошую которая будет служить долго так что в общем не не верьте стопроцентно всему тому что рассказывают об итальянской моде итальянская мода как и вся мода европейская в данный период времени довольно сдержанная женская кстати парни одеваются и мужчины иногда даже более интересно и более элегантно чем женщины но я надеюсь что некоторые мифы развеяла и надеюсь что вам было интересно послушать мои истории про итальянскую моду не воспринимайте слишком серьезно но задумайтесь о том когда вы будете в следующий раз смотрите инстаграм с хэштегом итальянская мода вот все на этом я с вами прощаюсь желаю вам хорошего утра дня вечера хорошей рабочей недели или же хороших выходных и пока пока бачи бачи